Наедине с природой. Отдых в зеленой зоне. Среди деревьев, кустарников и пения птиц разгружает голову. Дает глоток свежего воздуха, как в прямом, так и в переносном смысле. А еще укрепляет физическое, эмоциональное и ментальное здоровье. Прошлую осенью в Сарове появился еще один зеленый уголок для отдыха тела и души. Детский парк на улице Сосина. Парк открыли более 70 лет назад. И уже тогда он был ориентирован в основном на детей. Здесь располагались щиты со сказочными персонажами. Зал игровых автоматов. Со временем парк запустел. Саровчане проходили по нему, только чтобы сократить путь или выгулить собак. В 2022 году детский парк на Сосина реконструировали на деньги, выигранные во Всероссийском конкурсе малых городов России. При ремонте постарались учесть мнения и пожелания горожан. Поэтому на территории оставили нетронутыми большую часть деревьев. Полностью была обновлена дорожно-тропиночная сеть. Появились тропинки, мощенные новой брусчаткой. Также появилась дорожка с мягким покрытием, которая позволяет на сегодняшний день заниматься на ней либо скандинавской ходьбой, либо утренней или вечерней пробежки. Естественно, полностью был обновлен система освещения. В парке построили детскую и спортивную площадки, а также специальную зону для дрессировки четвероногих питомцев. Установили столы для игры в теннис и шашки. Амфитеатр для культурно-массовых мероприятий. Многим саровчанам полюбились скамейки-качели, которые редко когда можно увидеть пустующими. Все объекты парка выдержаны в едином стиле под дерево. Новый, современный. Новые тренажёры были. Не ломается ничего. Светло, чисто. Прям отдых для старух самый то. Отдыхать летом, прийти сюда, посидеть. Очень хорошо. Всё устроено. И качели, и скамеечки. Всё очень хорошо. Мне тут нравятся лазилки и батуты. И тут очень красивая природа. Мне очень удобно каждый раз после танцев ходить сюда и гулять тут с подругой. В канун Нового года в парке Сосина для ребятишек устроили праздник и зажгли огни на ёлке. А во время новогодних каникул здесь проходили встречи «Снежные фантазии». В планах у Центра развития культуры и искусства подключить детский парк к программе «Лето в парках. Лето в городе». В один из дней недели мы будем встречаться в детском парке либо на интерактивных игровых программах, либо будет провести турнир по настольному теннису, турнир по шашкам. Или же сыграть, устроить, естественно, все эти турниры любительского характера, да. Или же сыграть с мячом на как раз спортивной площадке с мягким покрытием. Сейчас активно готовят летнюю парковую программу. В связи с этим Центр развития культуры и искусства приглашает творческих горожан заявить о себе, чтобы принять участие в концертах или других активностях под открытым небом. Обращайтесь по телефону 9-82-50. Светлана Ярунова, Константин Островский, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24.